я благодарю вас за то что вот тема об аллергии она так многих из вас заинтересовала затронула вы начали писать свои отзывы что я хочу сказать что тема аллергии вернее подхода к тому чтобы избавиться аллергии она многогранна но в целом имеет одно одно такое главное большое направление вот смотрите почему у нас сейчас вот практически чуть ли не каждый человек столкнулся с той или иной аллергическая реакция наш организм приспособлен вот его системы пищеварения и выделения и там внутри доноса до клеток и уборка из клеток назад основана на том на тех природных механизмах что пища которая поступает к нам она в первую очередь должна быть свойственная нашему организму как перевариваться так и выделяться она не должна нигде в организме задерживаться это все относится только к естественной пищи вот который организм человека приспосабливался там в течение многих многих десятков тысяч лет десятков тысяч лет а не просто то что мы берем современный там период вот все было отлажено все все работало как надо сейчас же что мы наблюдаем сейчас же продукты добавляются разного рода вещества которые не свойственны нашему пищеварению не свойственны системы выделения и поэтому хотим мы того или нет они постепенно накапливаются в организме хлеб забавки хлеб этот все едим мы хлеб разного рода добавки которые служат для того чтобы приготовить хлеб чтобы там хранился еще и какой продукт не возьми для того чтобы это даже пшеница выросла те же овощи выросли какие-то добавки пестициды гибрициды и так далее так далее так далее плюс сейчас уже никто не мыслит себя без лекарств то есть лекарство уже стало у современного человека как знаете своего рода прием пищи от того от сего и так далее он думает что с помощью лекарств будет там какие-то там коррекции в организме для того чтобы он нормально жил лекарства тоже остаются в организме по действам они же должны выводиться а кто думает о том чтобы лекарство которое должно подействовать что она также и выведется организма из организма об этом никто не думает и вот это все начинается у нас тем более нету нормального вскармливания детей вводится разного рода вещества которые считаются что они должны формировать иммунитет и все это все это уже буквально таки с рождения детей начинает откладываться в организмах людей потихонечку накапливается и потом начинает вот давать вот такие вот уже когда организм переполнен вот эти вот сбои виде аллергии чихание соплей сыпи и прочее 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 то есть организм пытается уже от всего этого очиститься эта тема вот затронула всех нас мы мы все продукт современного общества где правит нажива и для наживы фальсифицируется все сделать как можно дешевле продать как можно дороже получить прибыль а что будет с потребителями это их и не интересует очень много примеров пришло от вас что подход сейчас вот медицинский вот лично я считаю что он неправильным вместо того чтобы вот эту вот основу нормализовать работы организма основу нормализовать то есть даже то вот это врачебная наука она перестала понимать что в организме слабо работает печень в организме уже переполнена вот это вот лимфа разными этими веществами которые там абсолютно не нужны не не свойственно и так далее что вот здесь на этом уровне надо навести порядок просто-напросто надо организм очистить конечно есть разные виды аллергии совершенно различные виды аллергии но тем не менее вот это где-то в 95 случаях очищение организма действует нормализация его работы с помощью очищения кишечника печени жидкостных средств и вот сокотерапии и как правило все это проходит и вот ваши отзывы они уже практически они только лишь подтверждает вот например необычный отзыв пришел от панды том году не мог найти лекарства от аллергии на амброзию ладно думаю что значит использовать потому что стоит она сколько там тысячу рублей касать тысячу рублей снова года начал принимать керосин второе лето набро на аллергию к амброзии не пользуюсь лекарствами а почему в данном случае помог керосин вот как бы сказать разделять почему произошла помощь скорее всего здесь аллергия вызывается если керосин помогает наличие в организме микропаразитов и керосин как раз действует на них очищает кровяную русло и весь организм и в результате их них как бы сказать выделение становится меньше и вот эти уже дополнительные пыльца этой амброзии прочее прочее она уже не дает той аллергии которая была бы если бы в организме уже заранее были вот эти все эти выделения микробов алексей николаев сообщает мой товарищ много лет назад с моей подачи избавился от тяжелейшей аллергии на амброзию за 10 дней голода по брегу на дистиллированной воде даже клизмы не делал я был поражен его успехом почему не обязательно голодать как я рассказывал в предыдущем примере 30 суток в зависимости от того насколько загрязнен организм насколько он поражен и в некоторых случаях вот достаточно действительно десяти суток голодания на дистиллированной воде дистиллированная вода вбирает себя всю грязь и за десять дней такого голодания мы просто-напросто с помощью голода и дистиллированной воды вобрали в себя эти шлаки которые бы при накладывании пыльцы амброзии приводили к аллергической реакции то есть реакции а раз этого порога нет уже этих шлаков значит наш организм прекрасно справлялся и с амброзией во время голодания организм еще укрепляется он укрепляется почитаем дальше вот отзыв 2 дельфина посмотрев видео заметила сходство во взгляда у вас с надеждой семеновой общее одно грязно а значит нездоровая печень не справляется с аллергенами и пытается выбросить наружу в том числе и через кожные покровы тут уже не столько печень пытается их выбросить наружу а уже организм из-за слабой печени он начинает подключает другие механизмы выведения то есть если печень у нас хорошая царица старшая как говорили средневековые врачи то то что получается то практически все эти аллергены попавшие в организм они просто-напросто в этой печке пережигаются печка печет и далее они уже выводятся естественными путями в виде желчи желчь сбрасывается кишечник и из кишечника она уже заляется далее а вот если печень не может справиться уже начинает тогда подключаться другие несвойственные системы выделения например такие как чихание как сыпь как слезоотделение ну и другие что важно понимать отзыв от посетителя живая еда у мужа была весенняя аллергия на цветение стал очищать организм противопаразитарка печень питания и прошла этот болезнь вот здесь смотрите кратко сказано но вот важно понять вот эти простые слова противопаразитарка если у нас имеется в организме обилие микропаразитов да и таких и паразитов типа листов то их не е жизненное выделение они живут естественно размножаются и для них организм они поели в него же они свои отходы выделили то вот эти вот отходы и прочие прочие вещи от их жизнедеятельности начинают вызывать те или иные аллергические реакции значит смотрите вот тут противопаразитарка то есть мы берем вот в том первом случае керосин это сделал а здесь противопаразитарочку далее чистим печень обязательно для того чтобы она а нормально работал если у нас печи неправильно работает то как правило это все дело ведет к аллергическим реакциям как только мы с вами почистим печень хорошенько вот эти все аллергии быстренько знаете самые разнообразные они исчезают но естественное питание питание необходимо нам соблюдать для того чтобы мы хотя бы в организм не набрасывали опять в вот этих вот чужеродных веществ которые образуются там допустим в зависимости смотрите от процесса приготовления которые нам не свойственны плюс очень важно еще это сочетание продуктов между собой чтобы они полноценно переваривались они вызывали вот этих бродильных и прочих процессов с образованием полуфабрикатов тогда у нас облегчается работа организма и нету опять-таки вот этих всех аллергических реакций то есть вот тут уже живая еда сообщает нам о комплексе в двух-трех словах а я уже вам объяснил почему вот это действует и кстати вот если взять я про аллергию снял несколько видосов и очень хороший видос лена и василек на целебной кулинарии когда она рассказала что что получается родители они не интересуются как работает организм ну вот ребенок родился родился ладно вот так мы его кормлю так мы его там допустим воспитывал ну как все а насколько это правильно или неправильно они не судят результате у ребенка развиваться у ребенка уже развивается вот этот страшнейшая аллергия тем более у девочки там допустим и высыпание и чихание и и запор надо следить же как на ребенок развивается как как у него организм работает никто ничего не следит и вот так вот вот с малого все это начинается далее все это запускается начинается еще лечение естественно вот этих вот последствий все это вместе суммируется и в итоге получается как это сложное заболевание с которыми вообще трудно справиться и человек вообще там теряется она молодец прочитала мои книжки вот поехала на море все это и начал очищать толстый кишечник откуда все это все эти шлаки идут если он неправильно работает особенно во время запоров печеночку питание и сейчас это процветающая женщина красавица можете глянуть я вам привожу видосик мое обращение к посетителям канала поддержите канал поставьте лайку дайте какой-нибудь отзыв это простые вещи я не прошу вас денег поддержите меня вот таким вот образом это канал не для того чтобы вас развлекать а для того чтобы вам помогать